С пополнением. На предприятии «Чистый город» презентовали новую технику. Два самосвала, малогабаритный погрузчик, а также шнокороторный снегоочиститель. Теперь будут стоять на страже коммунального спокойствия горожан. Подробности далее. Это новый шнокороторный снегоочиститель. Машина в своем роде уникальная. Мэр города Олег Белак во время презентации не может скрыть своего искреннего восхищения. Она уникальна тем, что на ней само чистый двигатель. Она позволит намного быстрее убирать улицы. И я думаю, что ребята еще покажут, когда будет большая снега, новая их разработанная методика уборки больших снежных заносов. Парк пополнился тремя новыми коммунальными машинами и дополнительным оборудованием. Предприятие «Чистый город» закупило два самосвала, малогабаритный погрузчик, а также шнокороторный снегоочиститель. Новая техника позволит сэкономить и время, и ГСМу трудовые затраты. «Нехватка самосвалов у нас хватает, так как у нас прибавилась дорога с 1 января, объемы увеличились, и нынешней самосвалов стало не хватать. И также необходимо, что на коротую ростовку для скорой уборки заносов и снежных полнов, для погрузки, ускоренной погрузки, так скажем. У нас техника потихонечку вырабатывает свой моторесурс, которые были приобретены в 2014 году, и надо потихоньку заменять автопарк». Общая стоимость затрат на обновление коммунальной техники – более 14 миллионов рублей. Средства выделены из муниципального бюджета. «В декабре месяце на очередной сессии при принятии бюджета была утверждена смета на расходы казенному учреждению «Чистый город» на приобретение техники в районе 20 миллионов рублей. Как мы видим, только прошло буквально два месяца, техника здесь, а то говорит только об оперативности, деятельности руководства в целом «Чистого города». Примечательно, что новые машины закуплены без использования механизма лизинга. С 2018 года предприятие ежегодно обновляет парк коммунальных автомобилей. За три года «Чистый город» закупил 12 единиц техники, не считая мелких агрегатов и дополнительного навесного оборудования. «Мы в этом году забрали из окружной собственности, получили пять дорог. Соответственно, нагрузка на предприятие увеличилась. Мы каждый год приобретаем дополнительную технику. Сейчас у нас большая часть техники не относится точно даже к старой. Она и не морально не старая. За последний год мы обновили, можно сказать, практически десяток новых машин. Для «Наринмара» это большая цифра». Всего на балансе учреждения значится более 40 единиц техники. В планах приобретение автомобиля для нанесения горизонтальной и вертикальной разметки на автодороге.